Добрый день, дорогие друзья! Что для вас магия? Давайте поговорим об этом. Вот вы слышите это слово, и что вам первое приходит в голову? Некая толстая тетка, такая черная, с шарами, которая занимается порчей, сглазом, приворотом, делает какой-то вред людям, наносит какие-то смертельные ущербы и так далее. Вот это первое, что приходит в голову убывателю, как правило. Этот образ сформирован криминальными структурами еще где-то в 80-х годах, тогда, когда надо было делить бюджет Советского Союза и как-то отделять деньги на экстрасенсорику, чтобы они выделялись и как-то сливались, и как-то доказывать ее необходимость. Ну, наверное, так. Будем считать это мое предположение. И вот этот образ так засел криминальный прочно в головах у людей, что он потом в дальнейшем только поддерживался телеканалами, закадровым этим голосом, таким однотипным, почему-то на всех каналах один человек на озвучке был и так далее. Вот эта чушь, она сейчас есть в головах, и эта чушь перекрывает человеку вообще сознание того, что его сознание, его сознание первично, именно его сознание формирует его реальность. Видите, как мы четко заехали в человека? Не где-то там кто-то, высшие силы, высшие существа, какой-то темный разум, какой-то непонятный дядька на коне, прилетавший в кошмарах ночных, вот он нам, или на единороге, вот он нам создает реальность. Нет, господа. Наша реальность создается в нашем мозге. И она создается по определенным принципам, которые прошиты у нас в программном обеспечении. И вот это программное обеспечение нам строит картину реальности. У нас закладывается фильм, этот фильм отснят, и он идет, транслируется, и мы его смотрим. И мы воспринимаем это как реальность, вот эту объективную реальность. Но в мозге может транслироваться одновременно несколько фильмов, там могут быть и параллельные одновременно трансляции. Все это может быть, но об этом не сейчас. И так как наша реальность – это продукт нашего мозга, а не чего-то еще, то, соответственно, мы можем с ним каким-то образом взаимодействовать, он же наш, и каким-то образом влиять на то, что он нам продуцирует, и что он показывает нам в жизни. Вот об этом мы будем и говорить. Вот это магия сознания, магия влияний наших и магия чудес реальностей, которые проявляются через наш мозг и то, что мы видим в своей жизни. Вот мы об этом и будем говорить, и этому будем учиться, чтобы мы это все формировали осознанно. На новом курсе, который называется «Магия влияний. Чудеса реальности», который проведу я, это двухдневная программа с утра до вечера, трансовая программа. Будем работать в глубоких внутренних состояниях сознания, потому что нас ждет путешествие в мир своей психики. Именно там мы найдем пространство вариантов, с которыми мы будем работать, взаимодействовать. Мы будем разбираться в себе, куда идем, зачем идем, кто идет, кто хочет, зачем он это хочет и так далее. Куча вопросов, которые мы будем отыскивать в себе, потому что это важно при формировании реальности. А вот мы рассмотрим все проявления наших ожиданий. Кроме того, мы же, если говорим о магии и влияниях, то тоже у человека подспудно возникает вопрос. Маги же, они всегда берут деньги. За что берем деньги? Когда берем деньги? Надо ли брать деньги или не надо? Потому что есть разное мнение на сей счет. Кто-то говорит, что если сделаешь что-то бесплатно, то тебя накажут кто-то. А кто-то говорит, что если наоборот будешь работать за деньги, то тебя в ад унесут на крыльях чьих-то. Об этом мы все поговорим. Где, какие программы в нашей психике отражают ту или иную концепцию и как это проявляется, когда мы формируем реальность. Это интересная и глубочайшая тема. Кроме того, мы поговорим вообще о чудесах, как они связаны с религией, как они связаны с рептильным мозгом, как они корнями уходят в гипноз. Мы свяжем очень многие вещи, казалось бы, между собой не связанные. Они вдруг резко соединятся в один клубочек. И вдруг очевидно станет, где там гипноз, где там не гипноз. Понимаете? Просто многие вещи вы увидите под другим углом восприятия. Те вещи, которые, казалось бы, привычные, и которые игнорятся нашим социумом. И говорят, а, ерунда, это все. Ерунда не ерунда, но реальность наша при этом продолжает сниматься и формироваться. Курс будет практическим. Поэтому у нас изначально будет определенная нарабатывается схема погружения. Она будет заякорена сразу. Вы научитесь различать чувства, состояния, ощущения, отклики в теле, вибрации и так далее. Будем использовать физиологические основы на рождение картин реальности в голове, для того, чтобы у вас визуализация лучше работала. А лучше не визуализация, а добиться галлюцинации по визуальному каналу. То есть мы будем раскачиваться вглубь, до глубинных внутренних состояний сознания. Это тоже входит в работу. Поднимутся страхи, научимся с ними справляться. Поднимутся сомнения, научимся с ними работать. Это все техническая база. Рассмотрим виды влияний и варианты влияний. Рассмотрим, так как есть виды влияний и варианты влияний, у нас много-много вариантов информационных в структуре наших полей. Поэтому с каждым из информационных пластов можно работать по-разному. Эти варианты мы будем все рассматривать. Уйдем немножко в экстрасенсорику. Поговорим о самых простых техниках, например, влияния тех же самых эфирных двойниках. Как создавать, как получать через них информацию, как работать с ними на практике. Это все у нас войдет в практику. Опять-таки коллективную работу с двойником сделаем. Посмотрите, чем индивидуальная работа отличается от коллективной. Насколько возрастает эффективность. Мы поговорим о символьной системе в подсознании. Мы возьмем энергетические влияния, прямые в голову, когда нам надо заложить определенную информацию конкретному персонажу. Мы поговорим об осознанном правлении и точкой сборки своей же собственности. Мы поговорим о балансах, мы поговорим об откатах. В этом же поле мы полностью разберем, как формируются причинно-следственные связи, как они рождаются, закладываются, раскрываются и так далее. И в этом же ключе мы рассмотрим вопросы кармы. Где и как формируется карма, когда она работает, когда она не работает, когда она жесткая, когда она гибкая, как ее можно двигать и все другие варианты. Это все пойдет одним часом, это все достаточно просто. Просто надо немножко изменить представление, те, которые есть сейчас в головах, ввиду того, что общество находится на определенной стадии торможения. Мы разберем суфийские и тибетские техники влияний, возьмем основные. Опять-таки, так как, ну, наверное, проще всего сегодня работать в своей реальности, вот как нам объекты попадают в реальность, если вы там где-то сидите, медитируете, через фотографии, через интернет, да, значит, самое простое это научиться работать с этим. Вы научитесь снимать информацию по фотографиям и закладывать информацию по фотографиям. Это все, на самом деле, очень даже просто. Нарабатывается два дня вот так на это дело. А вот будет, опять-таки, расстранцовка, выход на подсознание людей, техники влияния подсознательной реакции и так далее, техники развенчания, балансировки, возврата жизненной энергии для того, чтобы уйти, техники сокрытия, чтобы нигде и следов не осталось от ваших влияний. Это все будет. Попутно у вас будут подниматься личные блоки, программы и так далее, которые будут мешать работе. Это, соответственно, часом будем удалять. Так, за время курса будет много практических погружений. Глубина курса будет зависеть вообще от участников, потому что вот эту глубину влияний я могу давать бесконечно, вплоть до задания конкретной точки и отыгрывания конкретного сценария. Но не все люди даже способны слушать на эту тему, не то что слышать. Просто это разрыв шаблона, это вообще разрыв восприятия, это крушение программного обеспечения человека. Поэтому будет определенный момент, когда вот будет хватит, и давайте отработаем то, что есть. Вот на этом мы остановим курс. Дело в том, что жесткие влияния, жесткие вещи по формированию реальности, некоторые вещи я уже описала, они уже вышли в издательстве «Другое решение» в Германии. Эта книга, я еще ее не видела в глаза, она только появилась. В ближайшее время я размещу на сайте напоп.бай переход, где можно ее купить, потому что еще в руках ее не держала. Знаю, что она уже в издании. Там идут жесткие вещи по влияниям, но понимаете, опять-таки, наше пространство, оно защищено от нанесения вреда. И человек, который не может входить в определенное состояние, эти техники перестают быть рабочими, они полностью завязаны на якорное состояние. Поэтому и преподавание всего вот этого материала, онлайн, выкладывание видео и так далее, это глупость, она все равно работать не будет. Здесь передача идет через физическую подстройку тел. Поэтому принимаем, не принимаем, здесь задействованы все каналы восприятия. Если вы хотите, чтобы это работало, значит, мало того, что физически это все идет через подстройку, еще надо, чтобы вы раскачались и смогли взять вот это, чтобы ваших нейронных связей хватило, чтобы вот так работать. Но что тренируем, то развиваем. Двухдневный курс по магии и по чудесам реальности пройдет в середине декабря. Буду вести его, опять-таки, я самолично. Все техники буду давать я самолично, все состояния помогу заякорить. И в добрый путь, в тренировке. Чем больше осознанных людей родится в этом мире, тем лучше. Тогда есть шанс, что мы сменим представление магии. И каждому захочется играть в ту игру, с которой он пришел сюда. Получать удовольствие и не заходить повторно на один и тот же инкарнационный круг. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч.